Добрый вечер, сябры! Протягиваем жевые эфир Белсату и зараз аналитичная программа «Размова». З вами Виталь Цыганкоу. Як выглядит мигрантский кризис, глядящая международного права и этакии? Те можно лечить мигранта с близкого схода охвяруют денью беларуских ладов, альбо они ведают, на что идут. Каким чином европейские краины могут отказать на створенный беларуским режимом мигрантский кризис? Гэты да иншые темы обмеркуем у размове с сёняшним гостям. Гэта юрист Михаил Кирилюк, представник Народного антикризисного управления. Михаил, добрый вечер, дякую, что долучилися до нашей программы. Добрый вечер. Давайте мы уже начнем с некого такого эмоционного момента. Что вы отчуваете, коли бачите гэты кадры, особенно сегодня их вельми шматки, на толпы мигрантов уйдусь по беларускай земли, на керунку ниже Польши. Теперь они разместились в лесах, расклали там лагерь. Что может отчувать и юрист, и человек, глядя на все это? Ну, как беларус юрист, я отчуваю, что наша края перетворяется поступово у Афганистан в правном сенсе, а зараз еще и в гуманитарном сенсе. Ну, и гэта вельми сумна. Давайте сады, может, больше конкретно, вот, мінавита, про гэты юридычные аспекты. Які у потенцинных мигрантов юридычные правы? Вот, як они могуць легальна перакрочуць межу, и чамой они спрабуюць гэта зарабіць нелегальна? В чым-то справа? Так, ну, я буду отказывать по-русску, потому, что тут есть некая терминология. Легально могут в общем порядке подать заявление на визу в посольстве, получить ее, пересечь границу. Тут надо понимать разницу терминов. Кто такой мигрант и кто такой беженец? Беженец – это человек, которому угрожает опасность в его стране, и он бежит куда-то. И вот первая страна, куда он попадает, там он является беженцем. Как мы знаем, Беларусь не граничит с Евганистаном, Беларусь не граничит с Ираном. Сирией. И таким образом, если эти люди могут официально получить статус беженца в Беларуси, то уже выезжая из Беларуси, они беженцами быть официально признаны не могут. Поэтому они могут быть мигрантами и могут мигрировать на тех же законных основаниях, что это делают и другие беларусы. То есть, навыд в Беларуси, как про это многие писали, они могут территично подать заявы в те посольства краин, в которых Беларусь, первоважно, в этой краине есть посольства, и подать в Минску заявы в эти посольства. Алина, не хочешь это вырабить? По идее, они обязаны подать заявление в органы Беларуси, поскольку это первая страна, где они оказались. То есть, в Беларуси в них гружает опасность. Вот это безопасное место для них. Все, ты здесь подаешь заявление о том, что я беженец, мне в стране угрожало то-то, то-то, прикладываешь документы, все, прошу дать мне вид на жительство Беларуси. И таких выпадков, сдается, нема, что, ну, пераконываешь, что фактично то, что называется беженцев, все роды гэтых групп нема. Гэта все экономичные мигранты. Ну, это то, что юристы называют злоупотребление правом, к сожалению. То есть, люди хотят получить этот статус. И, как мы видим, люди даже часто не хотят оставаться в Польше, они хотят ехать дальше, в более благополучные страны Западной Европы, в Германию то же самое. Поэтому, естественно, у польских властей есть обоснованные сомнения в том, что они подпадают под статус беженцев. Хотя тут много политики. Нават, калі отрымаць гэта статус, можна падать заяву цінами жыть і в пасольства, але потым для этого придется жыть в некім лагері для потенційных утекачоў, і держава будзе даволі долга прымаць решэння ці. Маеш ты права на гэта политычный притулок? Ну, они на самом деле имеют право жыть в лагері. Они не обязаны, но они могут снять квартиру, предоставить об этом документы и не жить в лагері. Более того, им будут даже частично как-то их расходы на жилье компенсировать. Но, к сожалению, если включить здравый смысл, а не только юридическую логику, сколько уже эта беда с мигрантами на границе продолжается? Несколько месяцев. Если можно было говорить, что первые две недели еще люди попали в заблуждение, были обмануты, то сейчас, спустя несколько месяцев, как может утверждать человек, что он не знал, что Беларусь не часть Евросоюза? Как он может сказать, что он не знал, каким образом эти люди попадают в Евросоюз? Если это видно по всем мировым новостям, если у них есть смартфоны, они же все-таки не из диких племен Африки. Соответственно, то, что мы видим, это, к сожалению, злоупотребление правом. И, естественно, я не верю в то, что Польша будет применять оружие против этих людей из-за гуманистических взглядов политиков Евросоюза. Но то, что они делают, они совершенно точно злоупотребляют правом, пытаясь раскачать ситуацию. Вот и все. Ну, многие люди проявляют, да их зараз, по гаду, выказывают такие почутки, нам болючие на это глядеть, на это кадры, дети невиноваты. И яны, ну, маяць на вазе гэты люди, мигранты, стали закладниками, ахвярами политики Лукашенко, а яны сами мауляу не причин. Я не причин. Як вы оцените гэты сантименты? Ну, это безусловно правильно. Людзе это есть люди, им нужно помогать, им нужно давать одежду, им нужно давать еду, их нужно беречь от холода. То есть это обязанность любого правительства, польского, белорусского, неважно. Я по польческому радио здесь как-то слышал выступление одного местного ксенза, и он сказал, на мой взгляд, здравую вещь. Надо делать две вещи. Первое. Охранять границы, поскольку это обязанность. Второе. Тем, кому можем помочь, мы обязаны помочь. Одно не исключает другого. И вось, як, па вашему вугуле, Евросоюз можа зарабіць, што в гэты ситуацы, а кое стратегічное рэшэнне? Выглядае, што Лукашенко выкарыстовывая, ясно для своих мэтаў, але, ну, видавычна, што Евросоюз не паўдзе на то, што хоче Лукашэнка на некі палитычные перамовы зім, вот под таким тискам з боку белорусского рэжыма. Як тады, па вашему, Евросоюз повинен і може поводзіць, як вы бачите некую правильную стратегію? Ну, во-первых, тут очевидно нарушение нескольких международных конвенций. Во-вторых, тут даже нарушен Уголовный кодекс Беларуси, по которому за организацию нелегальной миграции эти люди, которыми этим занимаются, подпадают под ответственность уголовную сроком до семи лет лишения свободы. К сожалению, нет у нас мирового правительства, которое бы разрешило в суде этот спор и вынесло бы какое-то обязательное для двух сторон решение. Даже если бы вынесло, мы видим, что в Беларуси не любят исполнять решения международных судов. Соответственно, все, что остается Евросоюзу, это экономические меры воздействия. Это могут быть санкции, это может быть вплоть до торгового эмбарго, это может быть остановка движения всех грузов через границу, которые могут опять же идти из той же России, которая основной торговый партнер Лукашенко. Может быть и такое. То есть, насколько жестко они захотят действовать, я не знаю планов польского правительства, но вариантов для воздействия у них намного больше, чем у Беларуси, поскольку экономика Евросоюза не сопоставима с масштабами экономики Беларуси. И, к сожалению, беларусы здесь заложники, которые могут пострадать от того, как будет реагировать Евросоюз на незаконные действия Лукашенко. Во-первых, экономически ухудшится уровень жизни у всех нас благодаря санкциям. Во-вторых, репутация. Сейчас поляки очень сочувственно относятся к беларусам, которые вынужденно попали, спасаясь от репрессий в Евросоюз. И, глядя вот на эту ситуацию, я не думал, что много поляков разбираются в нюансах политики Беларуси. И что они видят? Они видят, что рядом с нами, на востоке, есть страна, которая вредит нам настолько, что готовы смириться с смертью людей, напуская вот этих беженцев, устраивать себе гуманитарную катастрофу. Люди гибнут, а им, по сути, все равно. То есть, и как объяснить простому поляку, что рядовой Беларус почти ничего не может сделать, чтобы противодействовать вот этой преступной политике своих властей? Вот это плохо. Но, опять же, есть юридический инструмент, даже универсальная юрисдикция может быть здесь включена, когда между странами, в том числе Беларуси и Польши, подписана конвенция против пыток. И то, что сейчас происходит, когда людей заведомо оставляют с белорусской стороны без воды, еды, одежды, в ненадлежащих условиях, их просто гонят, по сути, прорывать своими телами проволочное заграждение, ну, это может быть оценено как пытки. А если да, то тогда любой из тех пограничников, кто принимает в этом участие, может попасть под уголовное преследование в Польше. И вот мне почему-то кажется, что как только эти дела будут начаты, возможно, эти люди, исполнители, пограничники в Беларуси, начнут по-другому смотреть на свои действия, потому что сейчас они полную безнаказанность чувствуют. Я веду, что как раз Народным антикризисным управлением, Сародин, что вы занимаетесь и гэтой темой Международного трибунала над Лукашенком, целичитесь вы, что возник этот эмигрантский кризис так само может стать цаглинкой для, ну, вот, тых самых обвиновачных юридичных в бок Лукашенки? — Международный трибунал — это немножко другое, это более масштабный проект. Речь идет об универсальной резидикции, там, где каждая страна может принимать к своему производству уголовные дела, что касается пыток на Беларуси. То есть тут не надо даже такой длинной процедуры по созову Международного трибунала, не надо созывать все страны, ООН, проходить большие процедуры. То есть это может быть отдельно в Германии, отдельно во Франции, отдельно в Литве, отдельно в Польше. И вот мы надеемся, что в ближайшее время по Польше должны быть хорошие новости. Ну, к сожалению, к сожалению, Лукашенко своими преступными действиями, я думаю, в конце концов, поляков к этому подтолкнет. — Ну, и он заправдый крок за кроком робит все, как просто иншие краины все больше замели, что это не просто диктатор, а диктатор небеспечный для, ну, некой европейской навод сусветной стабильности. — Вот я как вижу, когда для европейцев проблемы выходят за пределы Беларуси, они обычно начинают реагировать более жестко и активно, чем когда это внутрибелорусская проблема. — Помните, вот вы сказали, что царот тых кроков, які можна подпринять, а не только вы уже іншые представники протестовцев, ну, Франнэ Кучерка говорил про то, что можно спынить, посребывать, переканаць полякова, спынить минавито транзит автомобильный там и чугуночный празд Беларусь, это пошкодить и Россия. А что, по-вашему, на это драгое Россия? Она скажет Лукашенко, эй, ну, спыняй гэта все, нам это приносит шкоду, те она скажет, о, наоборот протягвай далей. — Вы знаете, я не могу читать чужие мысли, но я здесь сторонник жестких мер. Я сторонник того, что одновременно сейчас европейские политики выражают глубокую озабоченность и одновременно европейские предприятия покупают белорусский табак, белорусскую древесину, продукцию белорусских предприятий, которые зачастую сделаны руками политзаключенных в тюрьмах, которые получают по рубль в день официальной зарплаты, содержатся там в бесчеловечных условиях. И это не должно так быть. То есть, и да, нам всем станет плохо, мы все потеряем экономически, когда будут вводиться по-настоящему серьезные санкции, но для меня эти страдания не сопоставимы с тем, что сейчас испытывают люди, которые сидят в тюрьмах, которых там травят газом, которых поливают хлором, которых избивают. Мы не должны сравнивать размер своей зарплаты с тем, как человека сейчас пытают. Об этом есть тысячи свидетельств. И я не знаю, что скажет об этом Россия. И я даже не уверен, должно ли меня это волновать. Меня волнует, что мы должны сказать в адрес России. На мой взгляд, надо сказать, что из-за того, что Кремль до сих пор поддерживает своими деньгами вот эту антибелорусскую политику каждый день все больше белорусов будут смотреть враждебно, более враждебно на восток. Поэтому, на мой взгляд, в интересах России, всего российского народа сделать так, чтобы белорусы были свободны. И у них есть для этого тоже возможности. Когда сказать про инфибок, про солидарность к краинам с Заходу, по-вашему, надзираючи за новинами европейскими, на кольки яна цаправды яснуе, мяновета солидарна с Литвой и Польшей. З іншого боку, некие такие голосы-патрымки гучать, хотя и осторожные, але сами ж и польские политики и аглядальники кажут, что гэтай патрымки недостаткова на ихню думку и там умовно и Париж, Бруссель и Берлин не так моцно патрымливают поляков в их протистоянии с Лукашенком, як им бы хотелось, як Варшаве этого хотелось. Тут стоит отметить, что в целом Евросоюз машина более медленная, чем белорусская диктатура. На коротком участке это кажется менее эффективным, то, что все нужно принимать, согласовать со всеми, то, что нужно соблюдать демократические процедуры, то, что кто-то может быть против, кто-то может заблокировать, но в конечном итоге на длинном отрезке мы посмотрим, где Беларусь, а где Евросоюз. На длинном отрезке времени это дает результат. Поэтому я думаю, что слишком неравны силы и Беларусь, даже не Беларусь, а сегодняшняя белорусская власть, она не может здесь победить. Это просто неравные белорусские категории, неравные весовые категории. Спасибо, Михаил, про аспекты мигрантского кризиса, про европейскую солидарность, про позицию России, да иншая. Мы говорили в размове с Михаилом Кирилюком, представником Народного антикризисного управления. Размову провел Виталь Цеканков. Заставайтесь с Белсатом. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин